Здравствуйте, дорогие читатели! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Ковина подготовила для вас рассказ о собаках-поводырях. Кто такие собаки-поводыри? Чем они отличаются от других служебных собак? Как они помогают людям? Об этом вы сейчас и узнаете. У замечательного детского писателя Юрия Яковлева есть книга «У человека должна быть собака». Что если собака не просто член семьи и верный друг, а часть жизни? А может и сама жизнь? В современном мире собаки выполняют различную работу. Охраняют дом, помогают пасти скот, спасают людей, служат в армии, работают на таможне и в полиции. Но среди них есть особенные собаки. Собаки-поводыри, которые значительно выделяются среди остальных. Собака-поводы – это хорошо воспитанная, послушная, дружелюбная собака, специально обученная для работы со степым человеком. Она помогает своему хозяину комфортно жить в этом мире и не отличаться от других людей. Как добиться того, чтобы собака смогла ориентироваться в мире незрячих и помогать человеку? Для этого были созданы специальные школы по обучению собак-поводырей. После Первой мировой войны в Германии была основана первая специальная школа по обучению собак-поводырей. Ее целью было оказание помощи солдатам, потерявшим зрение на войне. Деятельность школы была столь успешна, что о ней узнали во многих странах. После 1925 года аналогичные школы стали появляться в Италии, Америке, Великобритании. В Советском Союзе подготовка собак-поводырей началась только после Великой Отечественной войны, когда огромное количество солдат потеряли зрение. Необходимо было помочь этим людям найти свое место в жизни. Июнь 1945 года в Центральной школе военного собаководства началось обучение собак-поводырей. Работа была очень сложной, так как не хватало специалистов, знающих этот вид дрессировки, но она принесла свои плоды. В сентябре 1945 года было обучено 10 собак, которые были переданы людям с ограниченными возможностями. С этого времени работа в школе собаководов не прекращалась, но лишь спустя 15 лет, 26 мая 1960 года, состоялось ее официальное открытие. Школа продолжает работать и в наше время. Сейчас она называется Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества степых. Вторая школа Учебно-кинологический центр собаки-помощники инвалидов была открыта в 1989 году. Для обучения в качестве собак-поводырей чаще всего берут щенков породы лабрадор, колли, немецкая овчарка, доберман. Но даже щенки этих пород не всегда подходят на эту роль. Тренер индивидуально выбирает себе щенка. Щенок должен быть абсолютно здоров и с идеальным слухом. По ходу обучения щенок должен беспрекословно подчиняться простым командам. Стоп! Вперед! Право! Влево! Тише! Рядом! Сидеть! Стоять! Лежать! Место! Фу! Апорт! По команде апорт щенок должен научиться приносить предмет именно в ладонь, а не бросать где-то рядом. В конце обучения уже повзрослевшие подопечные школы сдают свой самый важный в жизни экзамен. Тренеру завязывают глаза и собака-поводы проводит его по одному из выученных маршрутов. Если собака смогла провести невидящего человека по маршруту, она считается готовой к встрече со своим слепым хозяином. После сдачи экзамена у собаки начинаются совместные занятия по знакомству с будущим хозяевом, а затем она уезжает домой. К этому моменту собака может самостоятельно водить хозяина по тротуарам, переходить дорогу по пешеходному переходу или светофору, обходить преграды, рарьировать в толпе, запоминать каждодневные маршруты, помогать хозяину найти скамейку в парке, найти и подать оброненные или потерянные вещи. Собака научена не отвлекаться на внешние раздражители, на кошек и других собак, на громкие звуки и сильные запахи. В современном мире очень легко отличить собаку поводыря от других собак. Собака поводы не носит намордник, потому что она подает своему хозяину различные предметы. Хозяин собаки всегда носит с собой специальный паспорт, где указана кличка, порода, окрас, номер чипа, клеймо, также сведения владельцы, фамилия, имя, отчество, домашний адрес. На собаку поводыря надета специальная шлейка с надписью «Собака проводник шлепова» или «Собака поводырь», а у ее хозяина в руке всегда белая трость. Правила поведения при встрече с собакой поводырем При показе паспорта собаку с хозяином обязаны заселить в любой гостинице, пускать любое культурное учреждение, в больнице, в любой вид транспорта. Собак проводников нельзя гладить и кормить без разрешения, это отвлекает их от работы и они могут сбиться с маршрута. Как вы поняли, собака поводырь это не просто четвероногий любимец, а пес, от которого зависит жизнь человека. Именно поэтому во всем мире им установлены памятники. Самый первый памятник собаке поводырю установлен в Германии на территории Берлинского зоопарка в 1980 году. В Сиднее есть памятник собаке Донни, она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая долгоживущая собака поводы. 20 лет. В Ростволийском городе Перд есть памятник доктору Арнольду Куку, который ослеп еще юношей в возрасте 18 лет и его собаке Дрине. Доктор Кук привез в Австралию первую собаку поводыря и стал основателем школы подготовки собак поводырей в своем городе. Первый в России памятник собаке поводырю был установлен в городе Волжском Волгоградской области. Прообразом его стал рабодом Ренси. За свои 17 лет собака успела стать для своего хозяина самым близким существом. Эти собаки настолько уникальны, что заслужили собственный праздник. 24 апреля отмечается Международный день собак поводырей. Собака поводырей стала героем многих художественных произведений. Мы приглашаем вас в библиотеку за книгами Михаила Самарского, а также за познавательными книгами об этих удивительных животных. Игорь Негода Международный Негода Международный Негода Международный